Сегодня в рубрике «Наши в Австралии» мы познакомим вас с интересным человеком – Наумом Винарским. Он родился в 1942 году в столице Киргизии, городе Фрунзе, во время эвакуации. С 1943 года постоянно проживал в городе Харькове. Наш гость – кандидат технических наук, автор свыше 90 научных публикаций и 20 изобретений. Наум Винарский является членом Межрегионального союза писателей Украины, и Всеукраинского творческого союза «Конгресс литераторов Украины». В 1999 году вышла его первая книга рассказов «Азбука жизни». В 2004 году увидела свет вторая книга «А будет ли хэппи-энд», в которую вошли воспоминания о прошлом будущем, рассказы и киносценарий, давшие название всей книге. В 2005 году автор опубликовал сборник басен и афоризмов с иронией по жизни и сборник стихов «Давай поговорим». Второй сборник стихов «Продолжим разговор» опубликован в 2006 году. В последующие годы автор выпустил сборники рассказов «Знай наших» 2007 год и «Беспокойная душа» 2009 год. С мая 2012 года вместе с женой проживает в столице Южного штата Австралии, городе Аделаида. Уже здесь, в Аделаиде, в 2019 году вышла его книга «Благодаря судьбе», в которую вошли не только стихи, но и репродукции картин. В 47-м номере журнала «Австралийская мозаика» нам понравился рассказ Наума тётя Соня. Захотелось познакомиться с ним поближе. Прежде чем продолжить наш разговор, мне бы хотелось вернуться лет на 20 назад и вспомнить первые свои шаги в литературе. Я это связываю с тем, что, в принципе, когда моя научная деятельность подходила к концу, ближе к пенсии, ну и, наверное, голове надо было работать. Какие-то другие стороны души. Вот, да, она вылилась в это. Причём сначала это началось всё в виде шутки-заморочек. Я даже это не называю литературой. Я написал несколько рассказов, начинающихся со слов, начинающихся с одной буквы. На букву «Х» тоже есть что-то? «Художница» называется. Хожен и перехожен и холм хутора, Хмурая хибара, хрипкие хризантемы, Холодает, худощава, хриплоголоса художница хлещет херес. Хиппеподобный халат хлёстко хлопает хозяйку. «Ха-ха!» — хулиганит Хламида. Художница хандрит, хнычит, хулит халтурные холсты, хладнокровно хоронящие хуторянку. Хмыкнув, хозяйка хаотически хватает хлеб, хамсу хлебает херес. Хитросплетение харчей хереса, хереса харчей, хронически хороводят худышкой, характеризуя хилый характер хозяйки хибары. Художница хряснула хрящами, хмельной хребет хрустнул. Хотелось хорошего хорунжева, хорошего хереса. Это не постановочные кадры. Я действительно сам удивлялся тому, как из остепенённого технаря вдруг превратился в литература ядное существо, питающееся всеми жанрами поэзии, стихами, афоризмами, песнями, баснями и прозы, воспоминаниями, рассказами, эссе, киносценариями и фэнтези. Со временем страсти улеглись, последние 4-5 лет сочиняю только стихи. Возможно, это связано с тем, что ко мне вернулось желание писать картины. В 2016 году в районной библиотеке города Делайда состоялась персональная выставка моих картин. Итак, за первыми, как вы сказали, заморочками вы написали воспоминания объёмом 135 страниц. Потом стали писать стихи. Как мне показалось, в ваших стихах просматривается пристальный взгляд художника, открывается душа с любовью к родному городу, природе, близким людям и любимой женщине. Эмоции хлещут бурно и выражены не банально в рамках мещанского уюта, а тонко, искренне и романтично. Прочтите, пожалуйста, несколько стихов раннего периода вашего творчества. Улица детства, эх, улица Гомарника, завидней дам и грош, но крепко ностальгией в объятия берёшь, своей былой брусчаткою и клубом на углу, витринами подвальщика забыть их не могу. По Тольским переулочкам у центра на краю Ютилась коды долгие, Из них я жизнь к краю. Теперь с другим названием Проходишь по судьбе, В своих воспоминаниях Пою одной тебе. Ночами часто видится Мой босоногий двор, Доносится мальчишеский Азартный разговор. В моей душе разносишься, Ты отголоском лет. Сменил я много улочек, Но ближе так и нет. Здесь набираюсь воздуха, Здесь совесть бьёт в набат, Взывает память к прошлому, Не меньше, чем Арбат, Воспетая куджавою На трепетной струне. Подольский переулочек Ты лечишь сердце мне. Тают друзья, Тают друзья, Ну а время по кругу Мчит, ускоряя свой быстрый разбег, Мало осталось, С кем можно под руку, Тихо пройтись, Взяв в руки козбек, Тот, что курили, Скрываясь в подъезде, Грязный бычок, Зажимая в кулак. Вспомни других, Потерявшихся в бездне, Словно по ним Прокатился гулаг. Тают друзья, Исчезают навеки, Миру всему предпочтя мир иной, Или убегают, Как горные реки, Мучаясь долго Своей виной. Тем, что оставили близких могилы, Кто же за ними присмотрит теперь? Где, подскажите, Набраться мне силы, Чью постучаться Забытую дверь? Тают друзья, Не с кем молвит и слово, Как же ценимы Должны быть они? Кадры мелькают Из фильма немого, Игры в Тимура, Неоны огни, Годы прошли, А из памяти детства Рвется наружу Душевная боль, Видна судьба, От которой не деться, Сыплет на раны Открытые соль. Тают друзья. Время не лекарь, Время палач. Сердце свернулось В черстый калач. Время не лекарь, Время палач. Время стирает память во мне, Видится реже Детство во сне. Двор галаштаны, Шум поутру, Желтых акаций Дрожь на ветру, Лед белоснежный, Мостик худой, Бревна и сосен, Шаткий устой. Сердце гудит, Как теннисный мяч. Время не лекарь, Время палач. Время вогнало В землю родных, Судьбы меняя, Бьет нас под дых. С кем повстречаться, Сблизить сердца? Разве бывает Жизнь без конца? Годы мелькают, Лица в тени, Ночи уносят, Лучшие дни. Сердце трепещет, Словно кумач. Время не лекарь, Время палач. Время виски мои серебрит, Из-за склероза снова не брит, Избороздила кожу у глаз, Веру крадет, И силы по час. Реже приходится радостной весть, Время за что нам горькая месть? Сердце все ноет, Ноет хоть плачь. Время не лекарь, Время палач. Я жизнь свою рифмую, Склоняюсь часто над стихами, По вечерам и по утрам, Ко мне они приходят сами, Как отзвуки житейских драм. Возможно, лирики в них мало, И не украсил мишурой, Считаю, Брать мне не пристало Весенней юности настрой. Не восемнадцать, Чтоб лукавить, Куда беднягу занесло, И бесконечно звезды славить, То их поэтам ремесло. А если скажет, что блефую, И не подняться до высот, С тем соглашусь, Но жизнь рифмую, И пусть горчит, Как мед и сот. Технарь я был, Им останусь, Мне не забраться на Олимп, Не оттого ночами маюсь, А тем, что я к строкам прилип. И если кто-то за поэта, Меня приняв, Споет талант, Не бейте вы его за это, Он, как и я, Лишь дилетант. Внучки, живущие В далекой Австралии. Девчонку-малышку Увидел однажды, Джинтони купила, Спасаясь от жажды, В короткой юбчонке, На ножках кроссовки И куртка по моде Из синей джинсовки. Да более знакомое В облике было, Тоска встрепенулась И волком завыла. Такая ж фигурка С похожей мордашкой, Ну, может, зовут Не Катюхой, Наташкой. Ты самая лучшая. Знаю, бывает Краше, чем феи, Кто-то лицом поярче, Живее, Талии тоньше, Шеи длиннее, И допускаю даже умнее. Кто-то быстрее, Кто-то проворнее, Видел и статью круче по форме, Ростом повыше, Вером сильнее, С небом в глазах Намного синее. Скольких встречал С кудрями волнистей, Взглядом пожгучей, Нравом игристей, Голосом будто тронули лиру. Много и разных ходит по миру, Но ты для меня Словно море, Безмерное, Красивое, Теплое, Светлое, Верное. Напомню тебе я, Сомнением не мучая, Ты самая нежная, Самая лучшая. Да, чувствуется, Что стихи написаны человеком, Прошедшим длинный жизненный путь. То же самое происходит И при чтении его рассказов. Вас не покидает ощущение, Что вы находитесь Среди героев его рассказов. Вы слышите их живые голоса, И они вызывают у вас симпатию. И неудивительно, Выписаны действующие лица Талантливо и с любовью. Не сомневаюсь, Что послушав Наума, Вы со мной согласитесь. Тетя Соня. Тетя Соня, О которой хочу рассказать, Родная сестра моего отца. Родившись и прожив молодые годы В небольшом местечке Монастырище на Черниковщине, Она легко изъяснялась на идыш. Переехав в Харьков, Тетя Соня, А точнее Софья Моисеевна, Пошла на компромисс, Освоив половину Разговорного русского языка. Вторую половину Она заменяла еврейскими словами, Справедливо полагая, Что эту половину Должны выучить И знать русскоговорящие. «Майн год, Перестаньте говорить Эти глупости, Азайны Мансы, Прямо уши вьяну», Говорила она человеку, Заподозрит, В котором носителя Еврейской крови Даже в десятом колене, Казалась немыслимым кощунством. Аполитичная, В силу своей безграмотности, Умевшая только расписаться, Чтобы получить пенсию За погибшего на войне сына, Она могла громко, Ничуть не смущаясь, Чужих ушей, Возмущаться. Что с того, Что он член ЦК? Сегодня он член ЦК, А завтра будет ЦК-актор-член. Или «Я шлю им Мой пламенный привет Фарбрензол Зиверен», Чтобы они сгорели. Если она чувствовала, Что ее собеседник Поступил неразумно Или собирается так поступить, Тут же интересовалась. «Герцог Цу Майн Тайр», Случайно это сделать, Вам посоветовал Неогройсен, Специалист, Профессор Шмундаг. Таким вопросом Она занимала многих, И я заинтересовался Этим профессором. Тетка рассказала, Однажды в их местечко Заехал врач, Сегодня его назвали бы Гинекологом. К нему потянули Женщины со своими болячками. Пошла и двойра С болями в животе. Он ее внимательно осмотрел, Выслушал и посоветовал Для сохранения беременности Лежать. Двойра так и сделала, Ведь это сказал сам Профессор Шмундаг. Но через несколько месяцев Лежания, Измучив всех своих близких, Поняла, что сохранять Ничего не надо. Она совершенно не беременна. Жаль, что Вы не знали Мою тетю. Уверяю Вас, Вы получили бы Массу удовольствия И извлекли для себя пользу. Удовольствия, потому что Ее рельс сплошь и рядом Пересыпалась местечковыми Выражениями и поговорками, Которые были редкостью в городе. Пользу, потому что Говорила одновременно На двух языках. И те, кто с ней общался, Быстро осваивали Еврейский язык. Ее многочисленные Квартиранки, Студентки, Делившие с ней Девять квадратных метров В коммунальной квартире Могут это подтвердить. Люда, Почему ты не убрала Лефельмит-Глейзер Со стола? И Люде ничего не оставалось, Как взять ложку, стакан И спрятать их в шкафчик. Людочка, Формахт-форточку, Просила тетя. И тошла закрывать форточку. Уже через год Тетя без всякого насилия Над собой И угрызений совести Говорила с Людой, Студенткой института Общественного питания Только на еврейском языке. Иногда в квартире Тети появлялся Борис. Прикрывшись дверью От шифонера, Люда быстро переодевалась И они уходили гулять. Борису нравилась Стройная блондинка С толстой косой И с зажигательными Бирюзовыми глазами. Он готов был На Люде жениться, Но боялся Знакомить ее С престарелыми родителями, Не скрывавшими Своего желания Иметь в доме Только еврейскую невестку. Как-то зная, Что предков нет дома, Борис предложил Людмилу к себе. Они долго болтали, Слушали пластинки, А под конец, Крепко прильнув Друг к другу, Забыли с медленным танцем. Когда вернулись родители И увидели Обнявшихся и целующихся Бориса и Людмилу, Они ушли на кухню И на Идиши С беспокойством За сына Стали обсуждать Создавшуюся ситуацию. Нет, Ты посмотри На этого идиота. Он хочет привезти Ее к нам в дом И кажется навсегда. Что ты молчишь, Лева? Мне что, Теперь и дома Говорить на русском? Ты завтра же Поговори с ним, Чтобы он поскорее Забыл эту повариху. Понять, О чем говорили родители Бориса, Было нетрудно. Сложней для девушки Оказалось Составить целое предложение И отстоять Своё достоинство. Борису бросились в глаза Напряженность возлюбленной И ее побелевшее лицо. Людмила решительно Зашла на кухню И на едином дыхании Произнесла На чистейшем Идыш Я очень люблю вашего сына И прошу нас благословить. Опешившие старики Смотрели друг на друга С недоумением. А насчет поварихи Продолжала Людмила Скажу так Когда я сделаю Фаршированную рыбу И испеку плецелых Который меня научила Софья Моисеевна То вы просто пальчики оближите. Слушай, Лева Может она действительно права Чем иметь еврейскую невестку Не умеющую говорить на Идыш Но кто может лучше иметь русскую Но свободно говорящую на нем Вернувшись домой Люда кинулась к моей тетке И долго благодарила За уроки еврейского языка. В начале нашей передачи Вы упомянули про басни Мы сможем сейчас их послушать? Кто знаком с моим литературным творчеством Часто отмечает оригинальность моих басен В том, что их героями чаще являются Не животные, а предметы быта Когда я познакомил своего друга Марка Энтина Драматурга, режиссера И заслуженного деятеля искусств Украины С первой басней Он предупредил Никогда не скатываясь в них до морализма Я старался поступать именно так Аэрозоль и роза Аэрозоль в баллоне тесном Благоухая розой чайной Кричал о чем-то полезном Я на прилавке, не случайно Стою, не ебяну, вас тревожа И поливать меня не надо Не будет в ранах ваша кожа Жить без шипов, одна отрада Рекламу выслушавши мудро Баллон приставил к унитазу А розу, срезанную утром В хрустальную поставил базу Мораль проста Нет в ней интриги, драмы Не будьте падки на рекламу, дамы Что написано пером, то не вырубишь топором Народная пословица Он слыл тяжелым на подъем С характером крутым, бестакным Мог часто ночью или днем Валяться букой неконтактным Когда вставал, рубил с плеча Напоминая чем-то мага Топор заклятием отмечал Что натиск держит лишь бумага От злости пил ямальский ром И багровел вареным раком Но текст, написанный пером Он вырубить не смог, однако Мораль проста, я не хитер Представьте сказанное живо Слова из текста Ластик стер Легко, без хамства и нажима Вьюнок карьерист Вознесся высоко вьюнок Не сам, а при поддержке дуба В верхах он был не одинок Среди тех, кто лез к вершинам грубо И стал смеяться на толпое Ну, розы астры и физалис Довольны вы своей судьбой Что засиделись, не поднялись Ответили цветы Вьюнок, не хвастайся Без сучьев дуба Лежать тебе у наших ног И наблюдать за нами тупо Мораль проста Без протеже высот в карьере Не добиться Сидеть нам в ме, а может в же Пока не посинеют лица Зуб мудрости Зуб мудрости по-честному трудился Не знал покоя, тяжести от скуки Он так пахал, пока не убедился Что от трудов зубная боль и муки Смолол продуктов он за жизнь без счета Его старания прошли недаром Добился зуб признания, почета Но поломался вдруг старание яром Мораль с иронией летит догонку Ее легко воспримут и поймут На зубы одели тонкую коронку Корона же досталась, не ему Карандаши Был карандаш 2М Опрятен, свой грифель мягкий Не жалел Любой листок его приятель От следа черного шалел Писал размашисто, добротно Легко скользя в строке письма Себя сжигал бесповоротно Порой стремительно весьма Его сосед 2Т Слыл цельным В решениях тверд Но сероват Шагал к намеченной он цели Не осознав, что виноват Перед глубокой тонкой раной Прорезав гладь листа насквозь Бывала жизнь их многогранной Но шли по ней Не вместе Брось Хотите знать, чем суть морали? Сюжет не нов, как барьете Судьбу 2М Не раз морали Едва заметные 2Т Лампочка и патрон У лампочки, висевшие в коридоре В одной приватной небольшой конторе С патроном складывались отношения Довольно теплые Порой до жения Им восторгаясь И мечту лелея И киловатт нисколько не жалея Всю ночь светила ярко в три накала Как будто сцена тут и зал ласкала На волоске от счастья сердце молело Но неожиданно перегорело Патрон недолго убивался в горе Подруга новая светила вскоре Мораль для лампочки ищите сами Как автор, думаю, вы все с усами Добавлю лишь Причина в ней зарыта Не лезь в резьбу патрона так открыто Осай шприц Осе с красивым тонким жалом Шприцы внимания дарили Одни из них легко и с жаром Под кожей будто шуф Одни из них легко и с жаром Под кожей будто шуф пурили Другие кипятились часто Без видимой на то причины И демонстрировали части С достоинством большим И чина Осажев третьего влюбилась Который был всегда готовый Семья их скорости разбилась Муж оказался непутевый Мораль короткая, как блиц Был одноразовым тот шприц Помидор За рекой на дальней грядке Помидорной жил был куст Разувесистый, в порядке С помидорами, не пуст Все в одной сидели лодки По таланту гнали вал Кто зеленым слыл, тот в водке Предпочтение отдавал Кто трудился дни и ночи В своем деле преуспел Напрягаясь, что есть мочи Покраснел, душой поспел Вот его-то первым съели Смерть в салате его нашел А пьянчуги пили, пели Жили, в общем, хорошо Отвечаю без намека Здесь есть соль, а в ней мораль От таланта Мало прока В той стране, где правит шваль А вот стихотворение, в котором я поспорил С самим Иваном Андреевичем Крыловым Пчела и бабочка Пчела нектар усердно собирала По капелькам, не так, как рыбу тралом Трудилась честно до седьмого пота Была не мед, пчелиная работа А бабочка вела себя иначе Порхая в платье модном от Версачи Лишь с корольками время коротало И спив любовь до дна За два квартала Оставьте для морали старых басен Слова, что по прыгуне Путь весьма опасен Не труд единственный исток удачи Коль мне пчела одета В платье от Версачи Утюг и гладильная доска Любил утюг гладильную доску Соседи ж удивлялись этой паре Она одета в ситцевый лоскут А он по ней все носится в угаре Она сухая, плоская, как лист Стоит с кривыми, тонкими ногами А он, красавец, словно гимназист Сияет формой и блестит боками И вдруг доносится Иск на развод подал не муж Вот поразились вести А жалкая доска Как будто взвод поклонников Лежал у ног невесты Мораль Чтоб мир супругою наладить Ее не только надо гладить Нежная ты гроздь виноградная На боках пламенеет заря Докажу моя ненаглядная Что нектар сохраняла не зря Докажу моя ненаглядная Что нектар сохраняла не зря Нежная, нежная Повторяю от сердца слова С проседью раннюю снежною Закружилась моя голова Нежная, нежная Повторяю от сердца слова С проседью раннюю снежною Закружилась моя голова А потом созревшую звонкую Гроздь лозы оторву я любя Обхватить бы талию тонкую Не обидев случайно тебя Нежная, нежная Нежная, нежная Повторяю от сердца слова С проседью раннюю снежною Закружилась моя голова Нежная, нежная Повторяю от сердца слова С проседью раннюю снежною Закружилась моя голова И в глаза родные миндальные Загляну, приласкаю мою Я мотив на строки банальные Всю волшебную ночь пропою Я мотив на строки банальные Всю волшебную ночь пропою Нежная, нежная Повторяю от сердца слова С проседью раннюю снежною Закружилась моя голова Нежная, нежная Повторяю от сердца слова Здесь солнце жаром льет и льет На не сдержать любви полет К земле открытую ветрам Без суеты и лишних драм Меликают лица белые И как бананы спелые И охрою покрытые Вниманием омытые Вся в берегах Австралия Влечет с собой, как талия Девчонок станут младными Природою им данными Вся в берегах Австралия Влечет с собой, как талия Девчонок станут младными Природою им данными Австралия, Австралия, волшебная земля Австралия, Австралия, чудесная страна Луна, не скрывшись поутру, встречает милых кенгуру И ярких попугаев ор, в лесе затеявшие спор Здесь крокодилы водятся, коалы сонно множатся Плывут дельфины к берегу с улыбкою и негою Вся во берегах Австралия влечет с собой, как талия Девчонок станут младными природою им данными Большое спасибо, Наум. Мы желаем вам дальнейших творческих успехов. Дорогие друзья, напоминаем, что сегодня у нас в гостях был Наум Винарский из города Аделаида.